Все подружки по парам в тишине разбрелись. Только я в этот вечер засиделась одна. Они собираются в местной детской библиотеке, как в старину, на посиделке. Это и клуб, и женсовет, и даже местный ансамбль. А с октября прошлого года здесь развернули почти промышленный цех. Мастерицы вяжут шерстяные носки в рамках акции «Тепло для солдат». 196 пар уже отправили в зону специальной военной операции. Людмила Шевцова проживает в поселке больше полувека. Когда узнала, что требуется помощь, сразу откликнулась, хотя спицы в руках не держала давно. С молитвой и любовью, петля за петлей, она вяжет очередную пару шерстяных носков. Женщина уверена, ее маленькая лепта обязательно кого-то согреет и придаст сил. Вязали детям, вязали внукам, но лет 15 я уже в руки спицы не брала, и поэтому здесь как по-новому училась. Хочется, чтобы досталось какому-нибудь мальчику, и чтобы ему было тепло, и чтобы он вспомнил и свою бабушку, и свою маму, и свой дом. Для меня самую сложную пятку связать, а потом уже, когда выходишь на носок, то уже быстренько вяжу. А здесь вот считать надо, все считать. Связанные вручную носки, рассказывают мастерицы, не сравняться с фабричными. Натуральный материал не дает ногам потеть, а также отлично согревает и в слякоть, и в мороз. Теплые носки – это маленькая частичка дома, которая станет напоминанием нашим военнослужащим о родных и поддержит их в трудную минуту. В каждый носочек мы кладем обязательно иконку и письмо. Это наши ребята поздравляют. Наших защитников с 23 февраля подготовили им письма, которые мы прикладываем в каждый носочек. К инициативе мастериц каждый день подключаются все больше активных жителей. Всего в Красноглинском районе действует 8 крупных волонтерских объединений, собирающих гуманитарную помощь для специальной военной операции. Администрация Красноглинского района оказывает поддержку уже существующим объединениям и желающим их создать, помогая с транспортной доставкой или организацией взаимодействия с бизнес-сообществами. Администрация района оказывает всю необходимую помощь и поддержку таким жителям. Жители вяжут носки, шьют теплые вещи, тактические пятиточечники, маск-халаты, плетут маскировочные сетки. В общем-то, помогают все, чем могут. Иногда солдаты сами приходят в библиотеку за парой носков. Два скромных парня, солдата, сначала робко, начали выбирать, а потом, можно мы еще возьмем вот своему родному. Конечно, говорю, это же все делается для вас. Взяли носки и, знаете, такое было чувство, конечно, трепета. И очень это приятно, что мы делаем именно работу, которая нужна людям, нужна солдатам нашим. Сколько бы ни связали женщины носков, на передовой они лишними не будут. Рукодельницы готовы трудиться и дальше. Некоторые мастерицы успевают изготавливать за день по два комплекта. Впрочем, тут главное не скорость, а качество. Важно, чтобы изделие прослужило как можно дольше. Ксения Баканова, Игорь Казановский, События.